Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович и мой сегодняшний собеседник, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, наша аудитория с вами не знакома, поэтому, пожалуйста, расскажите немного о себе, о своем опыте. Я знаю, что вы в Украине с 25 февраля текущего года. Да, я с 25 февраля приехал в Украину. В Израиле я бывший военный, я служил 14 лет в армии обороны Израиля и в различных спецслужбах. Потом я в течение 8 лет инструктировал по всему миру, инструктировал стрельбу, тактику боя. И с 25 февраля я нахожусь в Украине, отвоевал 4,5 месяца. Сейчас занимаюсь, инструктирую различные подразделения и также занимаюсь, у меня благотворительный фонд, который я открыл в Израиле. И занимаемся тем, что помогаем людям именно питанием, продовольствием и медикаментами. Денис, расскажите, как вы оказались в Украине 25 февраля, по сути, на второй день войны? Мне позвонил товарищ мой, близкий очень. Он находился рядом с Борисополем, с семьей. Он израильтянин. Не мог выехать, потому что велась стрельба, были всякие ДРГ. В городе позвонил, спросил, что, как, что ему делать. И я приехал именно ему помочь, а также помочь родителям моей жены. Думал, что, может, их вывезут в конце. Они отказались, до сих пор находятся в Харькове. Не уезжали ни одного дня. И в тот момент, когда я уже приехал в Киев, мне нужно было съездить в Ирпень, тоже это я увидел многие зверства, которые делали российские оккупанты. Увидел погибших детей, женщин расстрелянных. И где-то внутри меня это просто все его перевернуло. И я остался здесь уже в Украине, именно защищать народ Украины. А в каких горячих точках Российско-Украинской войны вы побывали? Был в Донецкой области, были в Покровске, в Маринке и был в Харьковской области тоже. Делали операции различные, в Дементьевке, еще во многих местах. То есть вас можно смело назвать участником украинского контрнаступления, в частности, на Харьковском направлении? Именно контрнаступление, которое было на Харьковском направлении, я не участвовал. Мы участвовали до этого, в Харьковской области воевали, заходили на российскую территорию также, делали различные диверсионные операции. Это очень интересно, заходили на российскую территорию и совершали диверсионные операции. Я осознательно не буду спрашивать у вас подробности, потому что это достаточно деликатная тема. Денис, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущую ситуацию на фронтах? Многие военные аналитики, военные эксперты говорят о том, что сейчас стратегическое преимущество на стороне вооруженных сил Украины. Да, действительно, сейчас стратегическое преимущество на стороне наших сил. Конечно, продвижение сейчас чуть-чуть замедлилось, контрнаступление. Херсон, я думаю, что битва за Херсон будет более тяжелой, чем было все контрнаступление. Но все равно, как бы, Херсон мы заберем назад и дальше будет больше. Дальше будет и Крым и все остальное. Просто, конечно, это возьмет время. Это не будет так быстро, как даже военные аналитики об этом говорят. Быстро это не будет. По поводу фактора времени, конечно же, не будем гадать на кофейной гуще, но исходя из текущей ситуации, на ваш взгляд, сколько необходимо времени, чтобы деоккупировать Херсон, освободить территорию Херсонской области от российских захватчиков? И если же углубляться в определенные политические нюансы, можно ли говорить о том, что вот это каскадное обрушение путинской армии как раз начнется из освобождения Херсона? Херсон, я думаю, возьмет где-то деоккупировать месяц-два. Я не думаю, что это будет быстро, потому что значительное количество вооруженных сил российских оккупантов находится там. И находятся именно более профессиональные военные, чем, скажем, не просто военных, которых сейчас мобилизуют, которые без какого-либо навыка. Поэтому я думаю, что это возьмет достаточно долгий период, именно месяц-два. Но также надо не забывать, что у нас есть Донецкое направление, именно как Бахмут, где ведутся тоже очень тяжелые бои. Я думаю, что там ситуация тоже, она не такая простая, и это тоже возьмет время. И по поводу Крыма тоже. Я думаю, что все это возьмет время, если, конечно, не будут какие-то переговоры, что в конце концов все равно война заканчивается, любая война заканчивается именно переговорами. Поэтому, если, может быть, в самой России именно народ сбунтуется и будет как-то более протестовать, то я думаю, что, может, придут к каким-то переговорам и более все-таки надеюсь, что выведут войска из наших территорий. Вы верите в то, что население российское, оно выйдет на различные акции протестов, начнутся бунты, какие-то демонстрации? Реально российское население начнет требовать свержения Путина? Я надеюсь на это, я слабо в это верю, потому что сами они, как бы, народ трусливый российский, и они, даже сейчас мы видим, их мобилизуют, и неважно, что делают, они сидят, очень маленькое количество людей вот ходят и протестуют. Но если будет более большая мобилизация, они вернутся к этой мобилизации, потому что мы нейтрализуем все равно большое количество их войск, и это будет продолжаться. Я думаю, если они увидят, что снова будет сильная мобилизация, и то, как было это в Дагестане, что люди вышли на более-таки сильные протесты, я думаю, что это может произойти и в России. Как бы на это очень надеюсь. По поводу херсонского направления, скажите, правильно ли я вас понимаю, что противник в большей мере представлен регулярными войсками, нежели там мобиками и ЧВКшниками? Да, более регулярные войска есть, конечно, и ЧВКшники тоже находятся там в Херсоне, и затруднение Херсона именно будет, почему будет тяжело взять там... Просто прямо в домах можно переодеваться под мирных жителей, как бы, и это затруднит именно продвижение поэтому наших войск. Уповать на какой-то очередной жест доброй воли с российской стороны или на какую-то там перегруппировочку оккупационных войск не стоит? Тут сразу же вспомню начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который говорил о том, что противник будет сражаться и проливать кровь за Херсон. Да, я тоже так думаю, потому что для них это стратегически важный округ, что они его не будут просто так отдавать. Поэтому я думаю, что они там именно усиляются и будут очень тяжелые бои. Денис, а насколько условия погоды, они существенно влияют на ход контрнаступательных действий? Вот министр обороны Украины Алексей Резников, ну, по сути, месяц тому назад, говоря о замедлении продвижения украинской армии, сказал, что да, вот фактор погоды, и он внес определенные коррективы. Конечно, нельзя забывать о факторе погоды. Это не настолько существенно, скажем, сейчас еще на данный момент, потому что, как мы видим, особых не было ни дождей, ни холодов. В принципе, погода, она лояльна еще к нам, но когда будут сильные дожди, будут размыты всяческие дороги, где будет и технике тяжело пройти, и когда начнутся холода, те же самые, это для солдат, опять-таки, тяжело воевать в условиях зимы, в условиях холодов, потому что и холодно, и вообще просто. Когда зима, гораздо тяжелее воевать, чем в теплые сезоны. Поэтому, конечно, это где-то оно не может нам не ослабить именно контрнаступление. Конечно, ускорения контрнаступления не будет, и гораздо будет тяжелее воевать. Но это также будет тяжелее воевать и российским оккупантам. А какой вам видится текущая ситуация на Донецком и Луганском направлениях? Ну, на Донецком вообще, как бы, в районе Бахмута тоже тяжелые бои происходят. Я общаюсь с ребятами, которые непосредственно воюют там. И действительно, ситуация тяжелая. Наши ребята, буквально, ну, там, они продвигаются, но очень-очень медленно. Очень медленно. И иногда, как бы, российские оккупанты снова забирают какие-то территории назад. Я думаю, что пока мы не возьмем Херсон, особо сильных продвижений именно в Донецко-Луганской области не будет. Как раз сегодня аналитический центр, институт изучения войны, это американская структура, написал о том, что вооруженные силы Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватова в Луганской области. Если же говорить о стратегическом значении Сватова и Бахмута, то в чем оно состоит? Ну, скажем так, что там тоже сконцентрировано большое количество и людского ресурса, и техники, и артиллерии российских оккупантов. Именно они в основном, почему очень тяжело продвигаться, потому что очень сильно они кроют там артиллерии. И поэтому нашим войскам тяжело как-либо вообще вести какое-то контрнаступление. Они в основном находятся как оборонительные позиции. Сейчас они больше не дают продвигаться врагу в нашу сторону дальше. Поэтому туда нужно будет стягивать более тяжелую технику, артиллерию нашу тоже, чтобы можно было продвигаться. Денис, а что собой представляет российская армия на сегодняшний день? Насколько существенно те же мобики, ЧВКшники, они делают погоду на фронте? Как изменился противник за эти 9 месяцев войны? Ну, значительное количество российских оккупантов мы истребили. И на сегодняшний день те же ЧВК «Вагнер», которые представляли собой хоть что-либо, они сегодня, мы видим, они призывают даже тех же заключенных, потому что количество именно профессиональных военных у них гораздо уменьшилось. Но нельзя забывать также, что все равно есть, остались еще именно и ЧВКшники, которые подготовлены неплохо, те же самые кадыровцы, которых снова посылают, они все равно, так называемые тикток войска, они все равно более-менее лучше обучены, чем те же самые мобики, которых призывают на сегодняшний день. Поэтому все равно мы не должны забывать, что бои будут тяжелые, хотя плюс у нас один в том, что все равно российские ВСК и россияне, они сами по себе, они трусливые. У них нет ни духа, и тем более у них нет никакой мотивации. Они в основном это делают из-за чего? Из-за денег, из-за того, чтобы помародерить. Поэтому, скажем так, что у наших ребят преимущество в том, что они более мотивированы и все равно они более подготовлены. Все равно у нас ребята с очень-очень большой мотивацией, потому что они борются за свой долг. Денис, а правда, что вот в российской армии существует множество внутренних конфликтов, противоречий, что там армейцы даже физически устраняют кадыровцев, определенные трения есть между ЧВКшниками и представителями Рамзана Кадырова? И это все происходит на фронте? Да, конечно, есть. У них там происходят различные насилия. Российские именно, скажем так, поделим их, скажем, российские века и кадыровцы. Скажем, они друг с другом не сильно там, у них идеальные отношения. Одни насилуют других, те насилуют этих. У них постоянно какие-то конфликты возникают. Это тоже нам на руку, скажем так. Потому что они где-то кто-то пытается бежать, где-то кто-то пытается сдаваться в плен. И, конечно, когда есть междоусобные, скажем, войны, то это большой плюс нам. У нас, слава богу, такого не происходит. У нас, потому что все как один кулак. Мы с одной целью просто боремся с тем, чтобы вытулить с нашей земли эту нечисть вообще. Денис, я не знаю, насколько вы это замечаете, но почему-то у нас формируется такой тренд, скажем, тренд оболванивания противника. Они вот в образе дебилов зачастую вот такой образ им приписывают. Конечно же, о каком-то пиетете и речи не может идти, но вот такое отношение, оно зачастую формирует определенные шапкозакидательские настроения. Вот эту браваду не нужно. Что бы вы сказали тем людям или вот относительно того мнения, что, ну, по сути, украинская армия, она сражается с армией дебилов, что это пьяницы, там, алкоголики, наркоманы и прочее, прочее, прочее. Это имеет место быть? Это имеет место быть не просто так, потому что действительно у них очень большое количество в армии людей, как бы это вообще вся нация российская, скажем, они любители выпить. Никому не секрет, и это происходит то же самое и на фронте. Они в основном ищут, где им набухаться и все. Скажем, уважение какое-то проявлять к ним, понятно, что наши военные не уважают их, не уважают их ни как людей, ни как военных, ни как вообще никого просто. К военнопленным относятся хорошо. К военнопленным, да, относятся хорошо, потому что украинские войска, они сами люди, они просто человечные, они просто относятся не из-за того, что военнопленные или что, потому что у нас люди более человечные. Вот и все. Неуважение, потому что какое-то уважение к ним просто нельзя испытывать. Нельзя недооценивать врага, мы должны все время быть подготовлены хорошо и воевать, не расслабляться. Это нельзя делать, потому что все равно у них есть тоже профессиональные военные, у них не все бездарные, скажем так. Мы должны держать ухо востро и очень четко воевать, нельзя расслабляться. Уважения какое-то нет, к ним уважения нет никакого и не должно быть, потому что они не воюют именно просто, скажем, воюют против солдат, просто война или еще что, они прикрываются мирными жителями, они убивают мирных жителей, они насилуют, издеваются над мирным населением. Так какое может быть уважение к такому противнику? Никакого уважения быть не может. Но недооценивать, недооценивать, просто скажем, что мы их там одной левой. Мы должны все время, да, мы должны все время очень-очень быть четко вообще натренированы, четко постоянно тренироваться как физически и тактически, вообще постоянно, как бы мы должны очень четко, тогда мы просто более уверенно и более быстро искореним этого врага с нашей территории. А как противники используют на войне частично мобилизованных этих мобиков, которые эти мобики лягут в гробики, вот относительно их роли, зачастую слышу о том, что они выступают в роли пушечного мяса, их отправляя вот в первых рядах, вот как это происходит на самом деле? Конечно, их тоже, как бы, на самом деле сейчас, как бы, они не всех мобилизированных своих еще, скажем так, послали на фронт. Они тоже проходят какое-то обучение, хотя я не скажу, что там суперпрофессиональное обучение, но все равно они что-то, чему-то обучаются, что-то делают. Какое-то количество мобиков они, да, послали на фронт, именно усилить свои войска, которые находятся на фронте и где-то сдержать наши войска, чтобы сдержать это контрнаступление. Даже просто как пушечное мясо, которое даже неважно, куда попало, стреляет, то есть оно сдерживает количество людского ресурса, оно все равно сдерживает где-то войска, если оно затрудняет нам продвижение. Поэтому, да, какое-то их количество войска они посылают, да, как пушечное мясо, где-то более профессиональные войска они оставляют на второй линии, просто именно сдержать, как просто именно пушечное мясо, просто. Какое-то количество они, да, подготавливают, и я думаю, что они в скором времени именно запустят всех мобилизированных, которых они мобилизовали, военных, они, да, запустят. Это тоже усложнит нам продвижение и усложнит нам, скажем, бои. Денис, если говорить о вооружении, скажем так, о железе, то чем воюет наш противник? Какую характеристику вы бы дали? У них, как бы, то, что мы видим, как бы, у них вооружение, скажем, именно личное вооружение, как бы, очень много раздается ржавых автоматов, и вообще, скажем, они для боли именно спецуры свои выдают, да, более хорошее оружие, а для простых мобиков они выдают то, что валяется на складах, давно заржавело, и... Но все равно, даже это ржавое оружие, оно стреляет, об этом тоже нельзя забывать. Ржавое, не ржавое, оно стреляет, оно имеет свойство убивать. Поэтому, я же говорю, мы должны очень-очень четко, сконцентрировано, продуманно, нельзя расслабляться. Война не закончилась, и война продолжается. Это нужно знать и тем, кто воюет, и людям, которые находятся в простых городах, в простых областях, в Киеве, в Днепре, везде, что война идет, и война идет полным ходом. Согласны ли вы с утверждением многих военных аналитиков, что нынешняя российско-украинская война, это прежде всего артиллерийская война, война артиллерии? Это имеет место там быть, как бы, да, очень сильно артиллерия, как бы, что со стороны России, что с нашей стороны, в основном, очень сильно работает артиллерия. Но продвижение, продвижение идет людской силой все равно. Продвижение, захват территорий, он не ведется артиллерией, не будет людской силы. Тот, кто захватит конкретно какие-то участки, то толку нет, поэтому все равно нужны военные, которых надо подготовить, военные, которые должны знать, что они делают, которые могут пойти на какую-то территорию, удерживать какую-либо территорию, знать тактически и стратегически, как захватить данную территорию. Поэтому артиллерия, да, она это поддержка все равно, но это не именно, скажем, то, что именно, скажем, если была только артиллерия, то захваты территорий были бы невозможны. То есть, оно играет очень большую роль, людской ресурс играет роль. Это не основное, то, что основное, это всегда будет людской ресурс и профессиональный, скажем, людской ресурс. То есть, по сути, человеческий ресурс, он на войне является одним из определяющих. Денис, относительно военной помощи, я хотел бы у вас спросить, какого вооружения сейчас не хватает на фронте? Конечно же, есть в этом вопросе определенные политические нюансы. Здание Forbes писало, что НАТО передало Украине всего лишь 4% своих существующих артиллерийских систем, хотя украинский президент Зеленский просил у НАТО 1% оружия для победы в этой войне. Скажем так, что нам каждый, во-первых, нам очень нужны системы ПВО, скажем так. Это первое, то, что нам нужно, и мы постоянно просим и у Запада, и у НАТО, чтобы передали систему ПВО, то же самое от беспилотников иранских. Нам нужно как-то защищаться, которые просто буквально сегодняшней ночью, там, мы Днепр бомбили снова, и они не направлены стратегически, именно они просто, куда попало, они попадают, попадают в жилые именно кварталы, и погибают люди. И также сейчас Россия заказала и баллистические ракеты им должны, Иран передать. Нам нужны прежде всего системы ПВО, это в том, в чем нуждается Украина, чтобы закрыть свое небо. Также нам нужны и артиллерийские тоже всякие установки, такие как Хаймарсы и тому подобное, потому что которые ведут более точечное, именно они точечно попадают в конкретные цели, потому что именно благодаря таким установкам мы можем как бы точечно бить, скажем, по Крыму, когда, дай бог, мы возьмем Херсон, то дальше продвижение, оно зависит тоже для того, чтобы поддерживать, чтобы людской ресурс именно нашей части могли дальше продвигаться. То да, я считаю, что на данный момент это все равно недостаточно, то, что нам передали, и нам нужно очень большое количество, очень большое количество как снарядов, так и самих систем. Вы говорите о том, что этого вооружения недостаточно. Недостаточно, потому что наши партнеры предоставляют вооружение в ограниченном количестве по причине того, что, ну, попросту это тот максимум, который они могут дать, или все же они, скажем так, жадничают, и тут уже включается там политика и какая-то геополитика. И на ваш взгляд, вот существует ли, ну, какой-то глобальный консенсус относительно того, что Украина должна нанести вот это стратегическое поражение России в этой войне, о чем говорили многие западные политики? Конечно, я думаю, что больше где-то жадничают, что нет то, что у них нехватка, вооружения хватает как у стран Европы, так и у Запада, которая может передаваться. Это все время мы видим где-то какие-то затруднения политические. То задерживают какую-то поставку вооружения, то отменяют, то снова что-то говорят, но в меньшем количестве не отправляют именно нужное количество вооружения. Если было бы отправлено нужное количество вооружения, то мы бы уже давно могли победить врага. Но все время какие-то задержки, и некоторые страны говорят, то мы отправляем какое-то количество танков, то мы снова вообще ничего не отправляем, то передумали, не передумали, то какие-то загвоздки. То же самое, как сейчас Венгрия, она ставит нам палки в колеса для именно финансовой помощи. Она сейчас как бы приостановила поставку какое-то количество миллиардов, которое должно быть передано в бюджет Украины. Постоянно что-то именно политически не складывается, и поэтому как бы не передается какое-то количество вооружения. Денис, я знаю, что наших зрителей и слушателей интересует вопрос, который связан с ленд-лизом. Очень часто пишут в комментариях, а что с ленд-лизом? А работает ли он? Байден подписал 9 мая этот документ. И что, вот по поводу ленд-лиза, вот ваше мнение, работает он, не работает? И как вы относитесь вообще к этой, скажем так, процедуре? Ну, ленд-лиз, он работает, но в очень маленьком, скажем, количестве передается тоже вооружение. Я думаю, что сейчас, как бы, Америка и Запад, ну, заняты именно своей предвыборной кампанией, там, выборами, и поэтому чуть-чуть сейчас замедлилась где-то поставка оружия. Я думаю, что именно сам ленд-лист, именно в большом количестве продолжится сейчас, ну, буквально через какое-то время, там, может, через месяц, может, в конце ноября. Но, опять же, как бы, в большом количестве мы не видим этой поставки вооружения. Мы не видим, мы видим это все очень-очень потихонечку. То же самое, как и именно в самих снарядах тоже не поступает большое количество. На данный момент поступает, как бы, да, какое-то ограниченное количество тех же и установок артиллерийских, тех же и снарядов к ним. Как бы, на данный момент этого недостаточно. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу позиции Израиля, ну, в наших СМИ очень активно обсуждается вопрос вот этого позиционирования самого Израиля в российско-украинской войне. Будет ли Израиль предоставлять Украине оружие? Состоялись очередные, внеочередные, если я не ошибаюсь, парламентские выборы. И Бенемин Натаньяку, бывший премьер-министр, он возвращается на пост премьер-министра и в целом в израильскую власть. Что-то поменяется? Я думаю, что да, поменяется, потому что одним из пунктов предвыборной кампании Натаньяку было то, что он будет воздействовать и оказывать поддержку Украине. Это тоже было. И я думаю, сейчас, когда он вступит на пост именно премьер-министра, когда он именно войдет в должность, он еще не вошел. И мы знаем, что Владимир Александрович поздравлял его с тем, что он победил в выборах. И я думаю, что переговоры продолжатся. Я думаю, что Натаньяку, да, начнет поставлять какое-то вооружение, хотя бы на данном этапе защитное вооружение, что Израиль начнет поставлять, как Натаньяку войдет именно в должность премьер-министра. Очень часто слышим о том, что украинская армия должна равняться на армию Израиля. Какой опыт сейчас наиболее полезен для украинской армии? И чем отличается подготовка израильских солдат от подготовки украинских военных? Ну, израильская армия, она воюет довольно-таки давно, и она постоянно находится в боевом режиме, постоянно проводятся различные тренировки, и периодически происходят какие-то военные операции, где задействованы как и срочные службы, контрактники, и также резервники, постоянно резервные части, они тренируются, вызываются на какие-то учения каждый год, плюс участвуют раз в год стабильно какая-то происходит военная операция. Поэтому, конечно, сравнивать израильских военных и украинских военных мы пока не можем на данном этапе, потому что опыт у израильтян гораздо больше и выше. То же самое, скажем, и по обмундированию. Если здесь на обмундировании солдат собирают волонтеры деньги, кто-то снабжает... Вы слышите меня? Да, я вас слышу, да, мы можем продолжать, все нормально. То в Израиле всем необходимым, теми же приборами ночного видения, которых не хватает здесь у солдат, тепловизорами, просто даже транспортом, которого просто нет, и собирают всем народом машины для солдат, все это есть у израильской армии. Этим всем занимается бюджет страны, который очень сильно, один из, скажем, самых основных в бюджете критериев, он выделяется на армию. Очень-очень сильно содержится армия, потому что это безопасность страны, безопасность государства, безопасность людей. И поэтому как можно больше денег выделяется на плодирование солдат, выделяется на тот же транспорт, выделяется на тренировки солдат, на обучение, все это выделяется. К этому Украина придет, только придет гораздо-гораздо позже. Украина сейчас потихонечку-потихонечку начинает к этому приходить. Но это, к сожалению, тоже жалко, что этого не было раньше, потому что никто не думал, что будет такая ситуация вообще, что это, возможно, какая-то война. Поэтому в Украине есть куда еще расти, и сосед, когда мы даже победим эту войну, сосед он останется, он никуда не исчезнет, и нужно будет строить сильную профессиональную армию и выделять очень основную часть бюджета на армию и на оборону страны. А насколько сейчас является ощутимой поддержкой украинской армии со стороны волонтеров, волонтерских движений, благотворительных фондов? И поменялось ли отношение власти к армии за эти месяцы войны? Ну, по поводу отношения власти к армии, конечно, поменялось, потому что и власть, и люди, и все мы зависим от армии и от того, как воюет наша армия. От этого зависит, скажем так, жизнь всех мирного населения, и власти всех. Поэтому, конечно, власть и президент Украины, он борется за то, что мы постоянно видим, сколько он тоже нагружен тем, чтобы именно достать бюджет, достать вооружение для солдат, достать все возможное, чтобы армия могла победить. Как бы этому надо отдать должное Зеленскому, что все он это делает для народа Украины и для армии. В плане благотворительных каких-то фондов и волонтерских, я вижу на данный момент, я занимаюсь тем, что я помогаю как бы гражданам Украины, мы просто развозим еду. Вот неравненно вернулись несколько дней назад с Балаклеи, были в Харьковской области. Люди просто, ну, действительно, именно у людей нечего есть. На деоккупированных территориях мы приезжаем, мы раздаем еду, медикаменты, люди благодарны, потому что все равно очень мало, скажем, волонтеров ездят именно на деоккупированные территории. Ездит какое-то количество, но небольшое. Из-за чего? Потому что те же волонтеры, они где-то даже боятся поехать на те территории, которые недавно были освобождены и еще находятся, скажем, в прямом, соприкасаются где-то с российскими оккупантами. Поэтому, конечно, сложно волонтерам туда приехать. И люди поэтому просто, я вижу, насколько бедные люди там, что у них просто нет еды, и они просто вообще очень довольны, когда ты им хоть что-то привезешь. Поэтому, как бы, мой фонд, мы продолжаем, как бы, здесь находиться. Для чего? Именно просто помогать ездить по деоккупированным территориям. Просто сейчас я планирую поездку в Бахмут тоже своим фондом, потому что там тоже я разговариваю с ребятами, люди просто именно, хорошо, что армия подкармливает как-то людей, волонтеры туда не едут. Не из-за того, что они не хотят туда ехать. Они хотят, они... Вопросы безопасности. Безопасности. Это простые волонтеры, это не военные. Это простые люди, которые, да, хотят помочь, но они это... Легитимно, что они просто этого боятся. Поэтому у меня в фонде, как бы, я набрал именно ребят, которые воевали, бывшие все военные, что мы едем туда, поедем сейчас в Бахмут, именно просто раздать людям еды, чтобы люди как-то могли выживать. Денис, я думаю, что я от себя лично, от всех наших зрителей и слушателей поблагодарю вас и скажу огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что это действительно очень и очень важно. И те люди, которые потеряли и близких, и родной дом, да, они сейчас в очень сложном положении, они должны ощущать не какую-то там декларативную поддержку, на красивых словах, а вот реальную помощь. Денис, ну, Россия, что она продолжает делать? Она наносит удары по гражданской, критической, энергетической инфраструктуре нашей страны. Как мы можем себя максимально защитить? И тут сразу же, там, те же военные аналитики, эксперты вспоминают железный купол, который в Израиле не сбивает из 100% ракет. Были разговоры о том, что что-то необходимо в Украине такое создать, наподобие железного купола, хотя вот те эксперты, с которыми я общался, говорили, что это невозможно, что это совершенно вот уникальная история. Ну, во-первых, как я уже говорил, что необходима в первую очередь именно система ПВО, которая закроет нам небо, просто чтобы обезопасить мирных жителей, потому что простые жители, не военные, женщины, дети, старики, которые просто живут, они просто не чувствуют себя безопасно, не из-за того, что плохо как-то работает наша армия или еще что-то, а просто из-за того, что те же иранские дроны, которые летают беспорядочно и могут упасть, где попало буквально, в любое здание. Поэтому, конечно, нам нужны системы ПВО, нужны системы ПВО, которых мы ждем от Запада, от Европы, и я надеюсь, что может быть и Израиль передаст, потому что у Израиля есть очень много хороших разработок, очень много есть различных систем ПВО, потому что технологически Израиль в этом плане очень развит и постоянно делает какие-то разработки именно для закрытия неба, именно от ракет, потому что Израиль постоянно обстреливается именно со стороны сектора газа, постоянно обстреливается Касам и обстреливается с Ливана, Хизбаллой. И железный купол, да, он для Израиля, он закрывает страну, закрывает мирное население. Люди живут и спят спокойно. Как насчет Украины, что я не знаю, насколько бы железный купол здесь работал, потому что здесь ракеты совершенно другие. Но есть установки также и у Израиля, и у других стран, которые, да, могут закрыть небо. И я считаю, что именно весь мир должен помочь этим самым, именно в первую очередь, системой ППО, просто защитить мирное население. Потому что мы видим, в России именно это теракты, то, что они делают, они терроризируют, и они просто излюбляют мирное население, они бьют по инфраструктуре, которая обеспечивает просто жизненную необходимость людей. Просто сейчас наступит холода. И они именно специально бьют по инфраструктуре. Это тоже теракты. Люди начнут замерзать. Люди просто даже не смогут пойти в магазин, потому что магазины просто даже без электричества не смогут продавать какую-то продукцию. Это тем самым они делают геноцид, именно геноцид целого народа. Поэтому я считаю, что весь мир должен сплотиться и именно помочь сейчас именно системой ПВО. Дальше уже наша армия сделает свое дело. То есть ПВО – это приоритетный вопрос. Денис, мы уже приближаемся к завершению нашего с вами эфира относительно перспективы деоккупации Крымского полуострова. Хотел у вас спросить бывший командующий сухопутными силами США в Европе. Бен Ходжес считает, что к лету 2023 года Украина освободит Крым. Похоже, прогноз ранее дел и Кирилл Буданов, которого мы с вами сегодня вспоминали, насколько высока вероятность развития событий, в соответствии с которыми украинская армия деоккупирует именно военным путем Крымский полуостров к лету следующего года? Я так, к сожалению, не думаю. Я не думаю, что к лету следующего года мы сможем деоккупировать Крым. Потому что все равно мы не должны забывать о том, что людской ресурс у российских оккупантов, он очень большой. Они могут мобилизовать еще очень большое количество и людского ресурса, а также у них остаются и ракеты, и все. У них плюс есть и ядерное оружие. Я думаю, что так легко. Они нам не отдадут ни Херсон, ни Крым, ни Донбасс. Они будут. Плюс мы не должны забывать, что в Белоруссии тоже они скапливают большое количество войск, большое количество техники. И она находится все равно, она граничит с Украиной, и оттуда могут тоже пойти войска. Не просто так, там идет именно такой большой сбор именно скопления российских войск. Поэтому я не думаю, что к лету это так все легко. Мы вернемся на территории 91-го года, на границе 91-го года. Лишь в том случае, если надавит Америка каким-либо образом на Россию, потому что мы знаем, что все равно ведутся переговоры во времена, и с Патрушевым Америка ведет, и если будут какие-то бунты в России, или может будет смена правительства, или сдохнет, скажем, Путин, дай бог, чтобы это произошло, то, конечно, в этом случае, да, заберут они свои войска, оттянут свои войска, будут переговоры, что да, дай бог это произойдет. Если этого как бы не произойдет, именно просто, скажем, нашими силами, скажем просто, что наши войска сделают контрнаступление и все так легко заберут, этого не будет. Денис, а при каких условиях и обстоятельствах Путин может применить тактическое ядерное оружие по украинской территории? Если он будет видеть, что у него нет выхода, он даже на данный момент, мы видим, что все равно он уже ведет себя как крыса такая, он очень боится, он очень боится проиграть эту войну, он очень боится именно беспорядков в самой России, которые он всячески пытается пресечь. Он на данный момент, он уже, он, да, где-то выступает, где-то это, но мы видим даже по нему, что он очень испуган. Он уже начинает загоняться. Если он увидит, что он проигрывает, то он, да, может применить ядерное оружие именно точечно где-то, скажем, не по всей территории Украины, но точечно он где-то может его применить, именно показать какую-то свою силу. Загнанная крыса, она все равно очень опасна, она начинает кусаться, начинает огрызаться. Ну, ничего, и этой крысе мы выбьем зубы. Денис, и в завершении нашего с вами эфира и разговора, так, в Москву мы затронули вопрос, который связан с переговорами, да, сейчас активизировались там и международные публикации относительно различных вариантов, там, сценариев, комбинаций по поводу того, когда Украина может начать вот эти переговоры с Россией. Позиция украинской власти, она известна, что российская армия должна уйти за пределы границ 91-го года, и тогда возможен уже, ну, прямой диалог на уровне первых лиц, хотя Зеленский своим указом вел решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения таких переговоров с Путиным. Когда, на ваш взгляд, необходимо садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться? Я тоже думаю, я с этим солидарен с Зеленским, потому что он правильно говорит, что сначала должны выйти за территорию, отдать Крым, отдать Донбасс, выйти и потом начать переговоры. Потому что отдать им хоть малейшую часть Украины, малейшую часть, мы оставляем врага на своей территории. Мы оставляем врага, который через какое-то время, он не успокоится, он опять начнет эгоризаться и пытался что-то сделать. Поэтому мы должны выгнать их за границы 1991 года, усилить эти границы, возвести какие-то, скажем, стены, как это в Израиле происходит. Есть возведены большие заборы, которые очень сильно охраняются, усилить армию, усилить приграничные все участки. Тогда, да, тогда, конечно, возможны переговоры и все, и можно остановить эту войну. По-другому это нельзя делать, нельзя оставлять врага и нельзя что-либо отдавать, вообще какой-то участок Украины. По-другому никак. Ну что же, Денис, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор. Благодарю, что нашли время для нашей аудитории. Денис Десятник, бывший командир израильского спецназа, был сегодня вместе с нами на Политека. Также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Спасибо, что нас смотрите. Берегите себя. Все будет Украина. До новых встреч.